Плачи Иеремии, 3 глава, 21 стих по 24. Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него. Аминь. Как-то утром я молился, еще до восхода солнца. И стало сходить солнце. И лучик солнца пробил через окошечко и спроецировался на стенке. И я посмотрел, и я вспомнил этот стих. Я просто взял руку и просто прекратил движение этому лучу. И она спроецировалась на моей ладони. И я сказал, вот сейчас, милость Божия, милосердие Божие обновилось по отношению ко мне. Долговские события, это не просто исторические события. Они не просто в истории. Они глубоко духовные события, и они находятся вне времени. А если они вне времени, то жертва Иисуса Христа и все, что происходило на Голгофе, это не просто история. Это духовное событие, которое сегодня имеет место для того, чтобы действовать в нашей жизни. Кровь Иисуса Христа сегодня, сейчас, оно вне времени. Она льется с Голгофского креста прямо сейчас, чтобы омыть твое сердце, чтобы очистить совесть твою от мертвых дел. Господь здесь, кровь Его, она действована сегодня на этом месте. И Священное Писание говорит, что это милосердие, оно обновляется каждое утро. Сегодня для каждого из нас есть новое начало. Если милосердие, оно обновилось по отношению к тебе сегодня утром, это значит, что для тебя сегодня может быть новое начало. Возможно, ты рассеян сегодня. Возможно, ты говоришь, что сколько уже наслоилось в моей жизни. И возврата уже я не вижу. Я хочу сегодня тебе сказать, сегодня милосердие Божие, оно обновилось по отношению к тебе. У тебя сегодня может быть новое начало. Начни все заново. Сегодня здесь Господь, здесь Ты. Аминь. И Священное Писание говорит, что мы не исчезли. И вот мне нравится, Псалом 3, с 6 стихом. Тут написано, ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Защитил нас Господь? Ты встал с палатки, вышел. Защитил? Можешь сказать Аллилуйя Господу? 4.9. Спокойно ложусь я, вот обратите внимание, спокойно ложусь я, спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, иди, даешь мне жить в безопасности. 5.4. Псалом 5.4. Господи, рано услышь голос мой, рано пристану пред Тобою и буду ожидать. Милосердие Божие обновилось по отношению к нам сегодня. Но сегодня время Тебе лично обновиться перед лицем Господа. В молитве Давид исполнялся силой от Господа. Мне понравилось, как один проповедник как-то говорил, что в молитве заряжаются наши духовные батареи. Ты ведь пойми, что для того, чтобы ты исполнил волю Божию, для того, чтобы ты стоял крепко в Боге, твоих сил не хватит. Необходимы силы от Господа. Чтобы с утра ты пристал пред Ним, чтобы зарядилась внутренность твоя силой благодати от Духа Святого. Что машина без бензина? Все прекрасно знаете, если не заправить их, остановиться. Тебе нужны эмоциональные силы, физические, эмоциональные силы для успеха в деле Божьем. Для того, чтобы ты исполнил волю Божию, тебе необходима внутренняя, эмоциональная, духовная сила на всех уровнях для того, чтобы ты победил искушение. Я очень сочувствую тем людям, которые не молятся по утрам. Они к обеду сталкиваются с тем, что они проиграли. Потом они каются, вечером каются, чтобы утром опять встать, чтобы утром опять не помолиться. Но утренняя молитва, она очень важна. Здесь, на этом месте, милость Божия, милосердие Божие обновляется по отношению к тебе, чтобы ты мог обновиться сегодня в Духе Святом. Чтобы ты мог обновиться в силе Божией. И тогда ты поднимешь крылья, как орлы. Тогда ты потечешь, как реки. Тогда сила Божия, она войдет в тебя. И ты много сделаешь. И ты победишь. Аллилуйя. Слава Господу. В 1 Фессалоникийцам 5.18 написано. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Скажите, пожалуйста, у кого-то есть сегодня основания не благодарить Господа? Ну не стесняйтесь. Вот вы встали, о, слава Господу, благодарю за искренность. Вы встали сегодня и говорите, слушай, а я не знаю, за что благодарить Господа, я не знаю. Про его ничего еще не произошло. Ну встал, как встал. Ну зевнул, как всегда. Ну закрыл палатку. Ну вышел, пошел. Ну что, что произошло сегодня? Нужно, чтобы открылись духовные глаза, чтобы ты увидел. От чего сегодня Господь тебя защищал. Защищал, защитил, защищал и постоянно защищает. Аллилуйя. Я помню, когда однажды, я только покаялся, нам было тяжело, я оставил профессию, которая мешала служить Господом. И мы с Наташей были в особой нужде, в общем, в испытании. Я помню, через дорогу от нашей девяти, десятиэтажки, была такая же десятиэтажка, и в подъезде находился магазин. Ну ступеньки были обледенелые, и я еле так забрался, так вот, чуть не упал, зашел в магазин, купил. Две бутылки молока или кефира, я уже не помню, но я помню, что это были бутылки, стеклянные. Вы уже, наверное, не помните, сегодня тетрапаки и все такое. А раньше были бутылки. Мы их сдавали в магазин и получали взамен, так сказать, вот, с молоком уже. И у меня, вот представьте себе, две бутылки молока, но они такие ценные для меня были. Представьте себе, денег мало, а нужно есть. Взял, с одной стороны у меня бутылки с молоком, а с другой стороны десяток яиц. И вот я осторожно спускаюсь по этим обледенелым лестницам, но осторожность мне не помогла. Я только увидел свои ноги. И знаете, моя реакция? Обычно человек страхуется руками. Моя реакция? Я застраховал яйца и молоко, и поднял руки над собою, и падаю. И удар пришелся на копчик, на самые болевые места. На копчик, на позвоночник и на шею. И меня на несколько мгновений парализовало. Я вот просто не могу двигаться. Любое движение отдается током во всем теле. И в это время двое молодых ребят, они прошли, и они просто засмеялись. Они так смеялись, они так забавили. Им так было забавно. А мне не было до смеха. И слава Богу, через несколько минут я оклемался, я встал. Но яйца и молоко не пострадали. Я принес их домой, все, и вроде бы как забыл про это. Хотя места болели. В следующее утро выдался такой зимний, такой слякотный день, когда в Молдавии это особо стало таять. И такая погода такая мрачная, все давящее. И я еду в троллейбусе с гармошкой. Знаете, такие троллейбусы с гармошкой. И вот это все разворачивается, скрипит. И это соответствует моему духовному состоянию. Такой же скрип внутри, я смотрю через окно. Вот, все мрачно. И думаю, вот как вы, да? А за что мне сегодня благодарить Господа? Не за что благодарить Господа. Такая мрачная погода, все мрачно. И в душе так же. И вдруг мысль. Я начинаю представлять себе, а что если бы я не встал? Вот оттуда я упал, я не встал. Я начинаю проигрывать ситуацию. Соседи пришли, позвонили Наташу. Меня забрали. День, два я в больнице. Третий день врач прогнозирует. Неутешительные какие-то вот такие прогнозы. Все, уже моя, мой дедушка или бабушка, они думают, как мне найти королевку получше, вот такую инвалидную, для того, чтобы мне передвигаться полегче и так далее и так подобное. И я представил себе, я же мог не встать. Я посмотрел на свои руки. Они двигаются. Там, в троллейбусе. Я выпрямил ногу, согнул ее. И вдруг, такая радость начала посещать меня, стала посещать меня. Оказывается, я сегодня живой. Оказывается, я сегодня могу двигать руками. Оказывается, сегодня я могу ходить на своих ногах. И я подумал, о Боже, как ты милостив, как ты милосерден, что ты не оставил меня лежать там, парализованным. Ты не оставил меня умирать. Ты не оставил меня исчезнуть. По милости его, мы не исчезли сегодня. Аллилуйя. Сегодня у тебя есть весь повод для того, чтобы ты сегодня благодарил Господа. Ты сегодня дышишь, твое сердце стучит. Ты сегодня пришел на это место. Ты радостный. Аминь или нет? И у тебя есть за что благодарить? Нет? Давайте сейчас восславим Господа. Давайте сейчас восблагодарим Бога. Давайте сейчас встанем на ноги наших при лицах Господа. И найди, пожалуйста, повод, чтобы восблагодарить Господа твоего на это место. Воскликни Господу. Восблагодари, потому что Он благ. Потому что Его милосердие возобновилось сегодня по отношению к тебе. Потому что ты не исчезли. Ты на этом месте. И не исчезнешь. Потому что твое имя записано в жизни. Твоя память не изгладится. Если будешь пребывать в Нем. Если будешь умывать на Него. Если будешь смотреть на Него. Будем молиться, братья и сестры. Воскрытие Господа!